Дорогие друзья, мы продолжаем изучение законов о чертах характера Рамбама, 5 глава. И мы остановились на пункте 5.3. Здесь говорится о рекомендациях по поводу того, как правильно нужно кушать. И было в начале этого пункта сказано, что есть такие люди, которые говорят, ешь и пей, потому что завтра умрем, и они объедаются, и их процесс потребления пищи называется обжорством и трапезой злодеев. Знаток же Тор ест не более одного-двух блюд и съедает ровно столько, сколько необходимо ему для поддержания жизни. Об этом говорит Шлома, царь Соломон, что праведник ест для насыщения. Ну, у каждого свои, свои представления о насыщении, свои свойства. Кому-то надо очень много, а кому-то достаточно совсем небольшого количества. Да, но не объедаться, самое главное, не объедаться. Мы говорили же об этом, да, что объедание, это даже хорошая пища, полезная пища, кошерная пища, это очень вредно для организма. 5.4. То немногое, что ему необходимо, знаток Торы ест у себя дома, за своим столом, а не в лавке, а не на улице, разве что по большой необходимости, чтобы не позориться перед простонародьем. Нельзя есть у невежд, и за теми самыми столами, что, как сказано было выше уже, да, с залитой блевотиной дерьмом. Но это в фигуральном смысле? В кавычках, в кавычках. И в любом случае не следует засиживаться за совместными трапезами, даже со знатоками Торы. Нельзя участвовать во многолюдных трапезах, и следует принимать участие только в пирах по случаю заповеди. То есть, везде мера, да, то есть, в меру все надо делать, да, как во всех остальных делах тоже здесь нас призывают все в меру, да. По случаю заповеди, да, есть, например, там заповедь об Рязани, свадьба и подобное. Фюрбринген. Фюрбринген. Например, по случаю помолвки или свадьбы, да и то лишь, когда знаток Торы женится на дочери знатока Торы. А праведники и благочестивые люди прежних поколений вообще никогда не ели на чужой трапезе. То есть, не ели чужого. То есть, чужого стола. Здесь, смотрите, есть такое пояснение, что когда человек ест свое, его разум спокойный. Когда ест чужое, даже отцовское, даже своих детей, не говоря уже о чужих людях, разум его неспокойный. Это, а вот, де Раби Натан. Оттуда, из такого. Ну, это немножко уже другое, да. Из другого, по другому, с другого взгляда. С другой стороны. Следующий пункт, 5.5. Если знаток Торы пьет вино, пьет он только, чтобы пища была мягче в желудке. И каждый, кто напивается до пьяна, грешит, становится презираем и теряет свою мудрость. А если напивается на виду невеж, то оскорняет имя Бога. И нельзя пить среди бела дня даже немного, кроме того, что выпивает за едой, как вино, так вино, так вино, так как вино, выпитое за едой, не опьяняет. И остерегаться нужно только вина, выпитого после еды. Раби так говорил своим хасидам и бухуриям, что надо пить по чуть-чуть, да, даже лыхаем на фрабрингене, что можно, ну, до четырех маленьких рюмочек. До четырех маленьких рюмочек. Да, может быть, даже меньше, может быть, и нет там 100 грамм. Ну, так, по чуть-чуть, да. Вот, чтобы не напиваться, чтобы не было никаких нехороших последствий, да. То есть, сказать лыхаем. Или здесь сказано вино, чтобы пищеварение было лучше. Да, ведь надо выпить не менее 88 миллиметров, значит, это да. Ну, да, когда кедуш, да, когда кедуш делает. И вообще, как бы в книге Тани сказано, да, о еде, что есть положено, кушать положено. В смысле о том, что мы служимся Вышним. Да, когда мы кушаем, мы получаем энергию, наше тело получает энергию для того, чтобы учить Тору, для того, чтобы исполнять заповеди, для того, чтобы людям помогать, для того, чтобы иметь настроение и радость в служении Всевышнему, чтобы поддержать тело, чтобы дать ему эту энергию. В субботу проще с этим. В субботу – это заповедь. Кушать – это уже уже не суббота, и в праздники тоже, да. То есть, это уже само то, что мы кушаем, это уже исполнение заповедей, уже служение Всевышнему в чистую. 5-6. Жена разрешена мужу всегда. О, здесь уже идут немножко другие законы, да. Однако ученику мудрецов желательно держать себя в святости. Не все время проводить с женой, подобно петуху, но только ночь субботы. Или может, если может, если может. И следует уговаривать жену не вечером, когда он сыт, и желудок его полон, и не под утро, когда он голоден, но в середине ночи, когда усвоится съеденная пища. А, здесь, да, видите, и моральные, и физические аспекты рассматриваются. Не следует вести себя чрезмерно легкомысленно или осквернять рот похабными выражениями, даже наедине с женой. Сказано в Писании, припоминает человеку содержание его разговора. Говорили мудрецы, что даже за бездумный разговор между мужем и женой придется в будущем дать ответ. Вот, то есть очень важно следить за тем, что не только что попадает в рот, не только то, что мы кушаем, да, и должно быть кошерно, и правильно, и здорово, а и то, что выходит из рта, да, то есть и слова, и произношения, и... То, что мы говорим, очень важно, потому что Всевышний дает нам уста, для того, чтобы мы прославляли его имя. Пять-восемь. Ни один из них не должен быть пьян. Кого? Безразличен или раздражен. Но когда она спит, и не принуждать, если она не хочет, но только в собоюдное желание и радость обоих. Ну, это отношение, интимное отношение, да, муж и жена. Нужно немного побеседовать с ней, поиграть, чтобы они пришли в настроение. Само совокупление должно быть стыдливым, а не наглым. И после этого мужчина должен сразу отстраниться. Да, то есть сказано, что мы перед Богом везде, да, мы перед Богом в любой ситуации. И в спальне, и под одеялом, и в туалете. И все, что человек делает, и как он это делает, оно должно быть подобающим образом. Даже когда не видно, и другие не слышат, не видят. 5.9. Тот, кто усвоил такое поведение, не только осветил душу свою, очистил себя и выправил черты своего характера, но если родятся у него дети, будут они воспитанными, стыдливыми, достойными мудрости и благочестия. А те, кто ведет себя, как большинство людей, блуждающих в темноте, рождаются дети, подобные этим людям. Да, то есть это очень... Все передается на эти люди. Да, это все очень важно. Да, и святость во время интимных отношений передается на качество детей в будущем. Очень скромно должны вести себя ученики мудрецов в личной жизни, не позорить себя, не ходить с непокрытой головой и не галять тело. Да, то есть с нее... Ну, время это вообще не принято было. Входить с непокрытой, как и время, может, особенно в то время, что в ходить с непокрытой головой. Да. Для галять тело. Одета даже должен быть, да. Да. Даже во время посещения отхожего места пусть будет стыдлив, не галяется, пока не присядет и не подтирается правой рукой. Извините. Вот. Здесь написано так. Давайте почитаем объяснение. Правой рукой показывают знатоки Торы, повторено в Магенаврам, Орахаем. Подразумевается, что во время публичного чтения Торы читающие помогают ориентироваться в знаках канцеляции, нотных знаках, подавая правой рукой условные сигналы. Этот обычай сохранится практически во всех восточных общинах и во многих ашкенадских. Еще объяснение. Правой рукой повязывают филин. Или на левую руку повязывают филин. Или потому, что ест ею, ели руками, так что причина понятна. Из этих объяснений очевидно, что для левши деснится слева. Наряду мнений этих подтираться бумагой, то неважно какой рукой, по ряду мнений, по ряду мнений. А, есть бумаги. Ну, то есть есть Шульхана Рух тоже есть об этом. То есть, как бы рука правая, она как бы она... Почему людям не стоит читать Шульхана Рух без комментариев и без объяснений? Потому что там я как-то попробую, еще еще раз просто поешь, что невозможно, как-то становится жить. Вот, да. Конечно. Да. Пусть отдалится от всех людей и зайдет вглубь пещеры. Вглубь пещеры. Написано там, где нет плозета. То есть, не было туалета, в пещеру идти, куда-то удалиться. И облегчиться там. И если отправляет надности за забором, пусть отдалится от людей, чтобы никто не смог услышать звук выпускаемых газов. А то это будет, если на крёк кто-то нечаянно смотрел. Ну, то есть, призывая человека удалиться так, чтобы никто не видел. И если в долине отдалиться на такое расстояние, чтобы никто не видел оголенных частей его тела. Если это на открытом месте, поле где-то, значит, человеку надо удалиться так, чтобы его не могли увидеть. Нельзя разговаривать во время отправления надобностей, даже по крайней необходимости. Вести себя скромно в отходжем месте нужно не только днем, но и ночью. Да, вот здесь написано, что эти законы повторены в Шульхана Рух. Нужно приучить себя упражняться только утром и вечером, чтобы не пришлось искать у дней посреди дня. Вот интересно. Здесь написано, что речь идёт об эпохе, когда не было общественных туалетов. И люди были заняты поиском такого места, то есть, им надо было укромное местечко найти. То есть, у них... Словно, так сказать, только два раза в сутки. Да. То есть, у них была проблема всем. Сейчас у каждого есть туалет, живая дома, слава Богу. То есть, физиологически, два раза в день, может, они по-другому были устроены. Да, и при том, запрещено, так сказать, терпеть при этом. Поэтому они не могут... Ну, только утром и вечером. Здесь имеется в виду, я думаю, что имеется в виду, наверное, надо понимать так, что не обязательно и утром, и вечером. Утром и вечером. То есть, или утром, наверное, и вечером. Гарантируется, что человек не будет, не захочется полет днем. Вот, естественно, физиологическое желание любого человека в течение дня несколько раз. Пользоваться туалетом. Да. Да, и я и поэтому себя и спрашиваю. Да, при этом для еврея это особенно, ну, скажем так, особенно непросто, потому что считается, что нельзя долго терпеть, что как только возникает желание, человек должен сориентироваться там, где туалет. Поэтому как-то можно два раза в день, скорее всего, выректик взять. Смотрите, очень хороший вопрос вы подняли, потому что здесь это рассматривается с позиции скромности, да, с того, чтобы так это делать дискретно, чтобы не замечать другие люди. С другой стороны, Ромбаум говорил до этого, что нельзя терпеть. Да, то есть это для здоровья, для здоровья это нехорошо. И помните, мы научились, что человеку надо проверять себя каждый раз перед едой, после еды, да, что надо ему сходить в туалет. И, между прочим, тоже перед интимной близостью, после интимной близости тоже. То есть такие моменты. Ну, и здесь, как бы, как еще одно указание делать это дискретно, то есть искать место и время, так, чтобы это не смущать себя и других людей. Так, там будет смена темы. Мы закончили пятый пункт, одиннадцатый, пятый одиннадцать. Хорошей недели. Продолжение следует...